мир вам ребята мир вам на учебе находитесь вы я из барнаула а вы откуда ставрополь далеко ну конечно как же я географию хорошо учил школе ставрополь ставрополь это великие места казачества казаки защищали нас от чеченцев злых знаете там знаете вашу песню ойся ты ойся ничего не бойся а дальше чё а дальше как молодец точно а как начинается она послушайте как начинается эта песня послушайте послушай как начинается на горе стоял казак на горе стоял казак он богу богу что молился за свободу за народ что сделал низко поклонился молодцы так вот как раз я вот православный верующий человек который богу молюсь и низко кланяюсь ему и вам того же желаю казачки чтобы вы были настоящими казаками у вас должна быть вот такая борода вот такой вот вот такой вот пояс как у меня и чтобы богу молились давайте дружно ребята дружно помолимся давайте вы же православные казаки давай во имя отца и сына и святого духа молодцы вот а теперь послушайте чё я вот в чат зашел-то как раз к вас встретил хорошо иисус христос господь наш пришел на землю чтобы нас спасти с вами от смерти от сатаны и от грехов наших и чтобы с вами были настоящими казаками до конца которые вере своей не поголебались а мы должны читать евангелие и веровать в иисуса христа очень очень сердечно чтобы не чтобы не понарошку чтобы никогда никто не сказал что казаки ряженые понятно но для этого нужно себя вести подобающе тоже никого не обзывайте по чату поэтому а то это тоже наслушался от детей как только меня не называют и уродом там и дикобразом на маленькие даже сказали мы на тебя харкаем вот так вот а такие меньше вас еще вышли я бы это чую такие злые то ребята вроде в одной стране живем как так тоже вас воспитывает у нас детский лагерь есть на алтае у нас занятия походит проходят по изучению библии по изучению природы края нашего мы там ходим по округе там по деревням с детьми ездим на велосипедах рассказываем как там все где растет что есть как костры разводить и так далее но типа такие как скауты пионеры знаете такие были что можно было там и прокормиться и трудиться можно было как правильно пилить как ножом день работать чтобы не порезаться топором и так далее но еще очень интересно у нас запишите наш канал заходите на наш канал смотрите там детские концерты у нас есть называется открытым оком во свете библии открытым оком оком это ока это глаз во свете библии запишите а то забудете и не забудьте евангелие читать родителям поклон передавайте от верующего с алтая чок тоже кто ваша а это у вас класс целый это девчонки так себя ведут ай-яй-яй-яй-яй вот это казачки донские а где у них юбки то с сарафанами нет штаны они пацанами хотят быть да но сообщите им что не дано будет это им никогда в жизни девчонками девчонками останутся против природы божией не попрешь а это только одно безбожье будет как они будут церковь ходить то в штанах этих скажите на милость а чё мы юбки то не одеваем скажите нам чё они наши штаны одевают вы там с ними беседуйте доводите до христианского состояния а то в таком месте находитесь в российском о хоть одна в юбке слава тебе господи ну вот молодец вот помоги тебе господи вот другие также пускай ходят тоже в юбках это это не по божьему усмотрению это не по божьему усмотрению благословите а господь не забудьте еще платки носить надо а чё у вас перерыв учителя то нету где учитель то у вас поэтому с ума сводите да ну давайте девчонок то соберите я хоть немного расскажу о христе вере православной чутка мир вам дорогие дети я вам расскажу о вере православной не забудьте что наша вера это есть единственная истинная вера в господа бога нужно веровать нужно веровать не просто в бога а во святую троицу бог отец бог сын и бог дух святой кто умеет ну-ка перекреститесь все перекреститесь клубе во имя отца и сына так это католичка уже кто подходила потому что креститься надо справа налево они слева направо православная православная вера называется православная с правой стороны крестятся теперь теперь запомните ну ладно ну чё сделаешь помоги господи до свидания с богом мир вам его православный христианин веру и иисуса христа в вечную жизнь чего и вам желаю спасибо спасибо потому и в этом месте в чате в этом в рулетке нет я не старообрядец нет я просто верующий православный христианин верую но очень серьезно верую молюсь богу хожу церковь постоянно свою каждую субботу воскресенье по посты все соблюдаю читаю слово божие слово божие это библия вот святая библия православная вот так выглядит она 77 занятия проходят у нас вот новый завет с толкованием блаженного филакта болгарского занятия проходят и но у нас церковь самой а также проходят вот по скайпу в интернете если желание есть можете записать себе выйти послушать нас если что так вот на наш канал выходите во свете библии называется канал в ю тубе канал называется открытым оком во свете библии во свете библии то есть как бы освещено библии вот библия и вот только по библии мы если какие-то вопросы разбираем только по библии вот что здесь есть это божественная книга бог сам дал людям ее написать поэтому мне ничего от себя не говорим как вот попытам церкви там от себя там начну начинают пропасты там придумывать что можно не поститься там можно и даже бороды не носить потому что там это бог бы ему-то борода не нужна а на иконы посмотрят все с бородами вопрос задают ну а чё вы попы с бородами вы понимаете у нас такая каста мы же священники начинает себя определять как будто они как будто не богочеловеки какие-то как будто они все христы как папы римские каждый поп но это неправда человек должен быть говорит господь говорит если хочешь быть первым стань рабом для всех или слугой а попробуй побыть слугой мир вам во имя отца и сына и святаго духа мир тебе веруете в иисуса христа молодец через евангелие можно прийти в царство небесное вечную жизнь евангелие читала хоть раз молодец ты гляди как мне сегодня везет второй человек евангелие читала гляди вот у нас есть толкование на новый завет толкование видишь написано и если ты желаешь его знать можешь выйти в skype skype запиши себе наши наши данные пупков сергей в одно в одну строку без пробела пупков сергей на английском маленькими буквами на лайтами латиницей скайпе каждую среду и пятницу 15 00 москвы будешь в наши в нашем коллективе изучать слово божие вечная жизнь тебя ждет впереди сто процентов это ты между делом в чат зашла до на перемене в чат зашла посмотреть чё к чему видишь тебе какое сразу благословение от бога за то что ты евангелие читала помогает тебе господь не торопись не торопись замуж только выходить алё завтра вечером брат завтра вечером будет 40 градусов я не хочу никуда выезжать но сегодня будут я почему и сегодня и продукты это для епископа собираю но но на следующий дала на следующий там опять сороковники но потом договоримся с богом у нас на алтае тут 40 градусные морозы прут это где находишься а татарстан у вас там хорошо в татарстане у вас там башкирия мед рядом хороший мед у нас на алтае тоже кстати неплохой мед в горном алтае предгорьях алтая нормальный такой медок неплохой но у вас там мусульмане очень много мусульман татарстане сложно вам там но как думаешь мусульмане добрые люди или не очень как-то по своей вот у вас там ну мне кажется добрые добрые это неплохо пускай будут добрые мусульмане чем злые христиане это уж что теперь сделаешь но разговаривала хоть раз о иисусе христе с ними с мусульманами никогда сложно да а они как думаешь пророда пророка мухаммеда свое хоть раз могут сказать что он не пророк им я думаю никогда не отрекутся они от него а ты знаешь что наша вера она древнее чем мусульманская не знаю на шестьсот шестьдесят лет практически древнее и мухаммед все брал из библии ну то есть от христиан из святого завета брал все составлял этот коран ну составлял составлял и люди взяли миллиард теперь больше миллиарда веруют в этот коран и нам с ними жить они куда-то там европу сейчас только залезли а мы с ними уже сколько живем сколько кровышки пролито было особенно на той территории где вы там сейчас живете дружку резали резали перерезали да ну может быть вот вам как раз как говорится и и все вот эти вот разговоры в руки обязательно заходи на наш сайт запиши наш канал на ю тубе еще называется открытым оком во свете библии там очень много но роликов у нас стоит 13 тысяч и эти ролики но не просто такие они как обучающие они очень много себе несут религиозного но нашей веры православной как с людьми беседовать где ну там в разных странах мы были у нас с миссионерскими поездками наши братья сестры а у нас в барнауле вот я живу тут община у нас православная и у нас все от мала до велика от младенцев и до уже почтенных старушек или дедушек дедушка у нас почтенный он умер уже ему 88 было сейчас бабушки ну и постепенно так кто умирает а кто рождается и все мы веруем троекратно крещены троекратное погружение воду тебя как крестили церкви не помнишь ты а софи ты у меня племяшка софи а у меня звать звать игорь игорь владимирович я я веду занятия у детей в воскресной школе рассказываю о библии о христе как правильно жить и поэтому тебе тоже советы даю такие мудреные очень на ты сначала разберись в вере строго а потом уже дальше разбирайся во всем и в рядом с собой всегда верующих имей людей с безбожниками не иметь дел они только обманут и все посмотри сейчас в интернете чего творяет особенно в школах откуда такие злые дети рождаются все дети ангелы говорят а чё такие злобные все дети я помню школу свою так меня постоянно девчонки били толпой соберутся человек семьи дубасят а потом оказывается я им нравился ребята так вы это сказали бы мне тогда что вы я вам нравлюсь зачем бить то просто так вот давай там дергать но я понимаю эти да излечения слышал только но не до такой же степени а я всегда был миролюбивый со мной вообще договориться можно было легко но не знаю почему так но вот это вот злоба непонятная она вот присуща детям поэтому как раз детям больше всего и нужно давать уроков по благочестию по нравственности и так далее но я тут ходил в барнауле в школу с 6 с 5 по 11 класс рассказывал о христе и так далее седьмой класс вообще выскочил от меня эту свою преподавательницу по математике я на уроке математики она мне разрешила поговорить о христе до коней долбанули этой деревянной дверью тяжелой там старая иная школа но она там стояла просто ну прислушивалась когда что не хотела мешать но не подслушала ясно ну это же все таки ее класс но а двое как выскочили не захотели слушать о том как христос христа распинали не будем говорит слушать о смерти и как долбанули по этой двери ей по лбу и она как грохнулась там в коридоре ой 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 там как все повысыпали что такое она я у я ее поднимаю она в ужасе мне говорить лицо это красная так полоса говорит что вы там им такого сказали игорь владимирович я только рассказывал о христе как и христа распяли чё я мог там нового рассказать они говорю как завещать не хотим о смерти хотим о жизни но я дальше-то буду о воскресении рассказывать христовом он же не просто умер и все он же воскрес еще и и нас тоже зовет на небо но уже там не дослушали как повалили эти семиклажки в чё говорит вы сделали с нашим лучшим седьмым а самый горит лучший класс а ты в каком не в седьмом а а у тебя девятый ну слава богу то есть это уже тебе уже скоро книга готовится ну ваш егэ по сравнению с тем как мы сдавали экзамены это так семечки мы-то заучивали все наизусть а у вас там какие-то выборы есть там какие-то пункты а б в 1 2 3 так ерунда подготовишься главное молись богу не забывай христа и грецепт христос тебе в помощь ну что с богом что я груза дома и гамор мир мир тебе но я смотрю тебя флаг этот этих меньшин сексуальных а это содома и гамор но господь господь наказал садомлян за то что они противоестественное заменяли естественно противоестественным взялась наказал все выбор людей выбор людей вот и был выбор людей вот он взял всех и пожег бог ну и дальше это будет конечно лесбиянок этих гомосексуалистов будет выжигать огненной метлой господь а чё ты хотела другого нету в библии или чё как вы хотели жить как попало бог вам не даст так жить ну а куда ну а куда деваться не обязательно мужчина должен любить женщину например парень любит парня это его выбор его жизнь это ему типа как бы это не знаю его репутация будет с ним так случилось то есть это ему проблема и никак не других людей они не должны вмешиваться в жизнь таких людей они никого не трогают и типа пусть натуралов не трогают гомосексуалистов или лесбеков там я кого я чё кого то если не трогать жизнь натуралов то они просто тоже будут беситься я же никого не трогаю видишь я же никого не убиваю христос сказал не убей я вас не трону чё вы волнуетесь так и не переживайте сильно я же вас нет я имею ввиду ну ладно ты это с флагами с этими а геев этих лесбиянок у бог тронет бог сам тронет я тут причем я просто молюсь чтоб господь все по своим законам на земле расставил мир вам салам алейкум я православный христианин сибири я понял вас видно что вы мусульмане только единственное где бороды ваши у меня вот борода как у христианина бог сказал бородой быть чего у вас нету бород непонятно ну ладно вы еще молодые ну ясно хорошо у вас а у нас и молодые должны быть бородами по закону бога ну бог сотворил так все мужчину чё теперь женщина платок должна носить юбку платье должна подчиняться мужчине а то чё попало понаделает как ева в раю с адамом так далее я вот призываю всех веровать в иисуса христа и вечную жизнь обрести эту библию надо читать вот наша священная книга библия вот библия священная книга а новый завет новый завет вот он новый завет новый завет человека с богом разъясняет как попасть на небо в рай нам для этого нужно заповеди божии исполнять вы веровать в единого бога не прелюбодействовать не убивать почитать родителей своих не лгать не красть не завидовать другим и мы будем на небе по благословению иисуса христа поэтому вот вам тоже и у нас канал есть если желание имеете запишите канал наш открытым оком во свете библии можете зайти посмотреть наши ролики как живет православная община у нас все братья все братья имеют бороды и по и пояски видишь вот поясок да а сестры платочка ходят и в платьях не вы не не красятся юбки не дайте юбки носят что мы не носят вы откуда сами узбекистан точно я таки подумал я с узбеками я работал с ребятами узбеками мне нравились они они у нас на алтае работали в золотодобывающей артели вот такие ребята отличные рустам потом сейчас скажу хаид потом мавлон работал хайруло но они недалеко от ташкента живут там где-то в селениях мы с ними настоящие друзья с ними были только единственное что что они там это ну русские же сало едят и водку любят пить ну и короче говоря некоторых совратили тоже на этот путь сало ели они там и водочку попивали но немного водки я барнаул бару алтайский край алтайский край ну не недалеко не иркутск это далеко иркутс далеко от москвы три тысячи с половиной три с половиной тысячи от москвы у нас минус 30 градусов минус минус 30 градусов да у вас минус 10 сейчас вот тоже холодно у вас редко так бывает а у нас минус 30 минус 30 33 30 сейчас у 3 градусов 3 градусов а у вас 3 минус 3 минус 3 минус 3 минус 3 это у нас тепло называется это жара у нас при минус 3 трава растет еще я геологом работаю геолог в тайге работаю в тайге ищу золото 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 ищу тогда ты богатый да если бы если бы я его хранил у себя в сейфе то да был бы богатый а я ищу для дядки который 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 мне деньги платит давай в узбекистане ищу золото ну в узбекистане сложно очень устроиться не это не то у вас там рассыпного золота у вас рассыпного золота нету нету у вас нету рассыпного у вас золото рудная называется из руды из камней из камней золото в камнях а у нас рассыпное которое прям вот разбросано по реке прям разбросано его не надо из камня выщелачивать его собираешь вот так вот просто ну не руками конечно тогда чуть-чуть помогать благодарю ну чё помоги господи вам я груз богом оставайтесь ну чё да и Продолжение следует...